Дом-призрак появился в Нижневартовске. По документам, чужое строение стоит на участке в поселке, где проживает семья. А по факту здания нет. Это стало камнем преткновения в вопросе приватизации земли. К решению проблемы подключились представители регионального штаба Общероссийского народного фронта. Почему возникла неразбериха и какое решение принято, узнал Кирилл Волконский. Просторный дом, баня, птичник, а еще гараж, огромные теплицы и поле, где Анатолий Якимов каждое лето выращивает урожай. Все это построено на участке в 30 соток. Помидоры, огурцы, перец там. Что жена сажает, то и берем. Это что? Это вот привязывать. Сделано как поливную. На дело Анатолий Николаевич с супругой получили в субаренду в 2001 году. Участок выделила некоммерческая организация «Атаманская сотня». В Нижневартовске она больше известна как «Казачья станица». В 2019 срок аренды закончился. Попытка приватизировать землю открыла массу неприятных фактов. Например, что на месте картофельного поля официально построен чужой дом. Вот это должен быть в чистом поле, куда я картошку сажаю, морковку. Все вот. Здесь должен быть как будто дом. Где дом? Дома нету. И из-за этого не могу оформить землю. Несмотря на многочисленные запросы в различные инстанции, за несколько лет Чита Якимовых ни одного письменного ответа от муниципальных властей так и не получило. К тому же из-за изменившегося законодательства оформить в собственность Анатолий Николаевич сегодня может только 15 соток. То есть половину существующего участка. Все можно было сделать как бы заранее, но не было именно обращений своевременных к администрации жителей города. А администрация не доводила какие-то свои внутренние распоряжения, которые привели к тому, что на данный момент нельзя узаконить 30 соток, а всего лишь по 15. Участники регионального штаба ОНФ добились встречи представителей городской администрации и жителей Казачьей Слободы, выступив во время этого диалога арбитрами. Решение вопроса, по словам директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов, есть. Пусть и займет оно не меньше полугода. После внесения изменений в правила землепользования и застройки вы сможете, получается, оформить права на свой земельный участок. Да, времени много, да, порядка пяти месяцев на эту работу уйдет, но в этом случае, в этом случае мы получим тот результат, к которому стремимся вместе с вами. Как выяснилось, с аналогичными проблемами столкнулись и другие жители Казачьей Слободы. Это 9 семей. Теперь администрация займется решением и их вопросов тоже. Кирилл Волконский, Андрей Бучинский, Вести Югория, Нижневартовск.